МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объявленный в 2011 году культурной столицей Республики Беларусь, Гомель впервые среди городов страны назван и культурной столицей Содружества независимых государств. Активно поддерживая в регионе различные международные проекты, свой вклад в дело презентации родного города вносит Гомельское отделение Белорусского фонда мира. Леонид Слуцкий – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам. Гомельские миротворцы помогают россиянам познакомиться с жизнью белорусских граждан, активно укрепляют дружбу и взаимопонимание между нашими народами. Гомельское отделение фонда мира уделяет большое значение развитию приграничного молодежного сотрудничества, поддержке крупных межрегиональных форумов и молодежных обменов, формированию духовно-нравственных ориентиров у молодых людей. Мы надеемся, что и наша работа, так сказать, поможет молодежи правильно сориентироваться. От ориентации и взятия определенного направления молодежи, вот в таком ее возрасте, зависит ее будущее. Далеко не каждая общественная организация берет на себя подобные заботы. Гомельское отделение фонда мира активно поддерживает известные в приграничье международные проекты. Прежде всего, это международный фестиваль, который проводится 1 июня на границе трех республик и посвященному Международному дню защиты детей. И наш фонд мира всегда поддерживает, потому что понимает значимость этого. Фестиваль «Живая вода дружбы» проводится среди детей Беларуси, России и Украины, которые входят в детские общественные объединения один раз в два года, в марте, и собирает большое количество участников. А вот чемпионат Европы по интеллектуальным играм среди школьников ежегодный. В мае молодежь из Прибалтики, Азербайджана, Армении, Беларуси, Россия и Украины, выявляет лучших в знаниях и сообразительности. Проект, который поддерживает фонд мира, это ярмарка идей в Юго-Западном округе Москвы. Уже три года мы становимся участниками этой ярмарки. И очень удачно последний год наш учащийся взял диплом первой степени. Был представлен его проект «Графический конструктор для малышей». Многие творческие коллективы нашей области расширяют кругозор и устанавливают дружеские контакты с зарубежными сверстниками благодаря заботе гомельских миротворцев. Фонд мира – самый лучший фонд в мире. Мы за креатив и позитив. Вас приветствует команда КВН «Икс Миссия». Эти шустрые ребята хорошо знают, кто помогает им в подготовке выступлений, организации дальних поездок и проведении мероприятий. А впервые гомельское отделение фонда мира предложило свою помощь школьной лиге команд КВН «Учащиеся молодежи» в 1996 году, когда последняя была организована на базе Дворца творчества детей и молодежи. Мы принимали у себя на базе Дворца такие команды КВН, как Питер, Украина, Чернигов, Киев, город Москва. Естественно, это проживание, питание и призы. И огромное спасибо Белорусскому фонду мира, гомельскому отделению за эту поддержку. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует команда КВН «ПП». Благодарим фонд мира за поддержку и в этот замечательный вечер. Денис, 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 подожди, смотри, что я купил на командные деньги. Что это? Кипятильник! А почему без провода? Вай-фай! И совсем недавно из Сочи с очередного международного фестиваля команд КВН вернулась популярная в нашем городе команда КВН «Сан-Франциско». Успешно выступив, она получила приглашение в сезоне 2011 года играть в юго-западной лиге «Амик». Талантам нужна огранка какая-то. И благодаря фонду мира они помогли нам, мы развиваемся, на нас смотрят, нас люди узнают, нас замечают. Команда «Спортданс» весьма известная и титулованная. Одно из последних значимых достижений – третье место на открытом чемпионате Австрии по аэробике в групповых упражнениях. Светлана Кашанская, руководитель клуба, знает, насколько важно ребятам выступать и мериться силами не только у себя в городе, районе, области, но и получать опыт борьбы между коллективами международного уровня. Старший тренер национальной сборной Людмила Алексеевна Юсупова, она так и сказала нам, что она видит в составе сборной взрослой наших детей. А сейчас я уже хочу подчеркнуть, что мы в составе детской сборной Республики Беларусь. Первая организация, которая нам помогла в выезде за границу, именно это был фонд «Мира». И благодаря тому, что мы сейчас достаточно активно с ними сотрудничаем, мы получили такую возможность, как выезжать на международные соревнования, смотреть, как готовятся другие ребята в других странах, ну и, соответственно, повышать собственный уровень. Сотрудничество команды «Спортданс» и гомельского отделения фонда «Мира» длится уже три года, а начиналось все с поездки в Эстонию. Это потом была Литва, Чехия, Австрия, соревнования европейского уровня и бесценный опыт. Но ту первую поездку в Эстонию вряд ли кто-то из ребят забудет. Из очередной поездки из Эстонии мы привезли диплом. Диплом из парламента Эстонии, который высоко оценил труд нашего отделения фонда «Мира» города Гомеля, где директором является Глушаков Тимофей Иванович. И здесь подчеркнуто, что диплом привезли за расширение сотрудничества между странами, за расширение международных связей между странами Баутии и укрепление дружбы. Отделение фонда «Мира» финансово поддерживает участие гомельских делегаций, участников международных олимпиад, конкурсов и пленеров, театральные коллективы в ряде международных конкурсов и фестивалей. Это очень важно. И у нас в уставе записано, что мы должны поддерживать и развивать и всевозможные международные отношения детей, олимпиады, конкурсы. Достаточно назвать дни славянской культуры в Чернигове и славянские театральные встречи в Брянске, международный университет клубов ЮНЕСКО, международный творческий фестиваль-конкурс в болгарской Варне. С нашим гомельским фондом «Мира» мы работаем 8-10 лет уже вместе. И когда первый раз пришли, обычно как-то, ну, приходишь, не знаешь, равнодушный человек, поможет, не поможет. А Тимофей Иванович, он сам загорелся и сразу же включился в наше мероприятие и включил тут же наши свои. И такая работа уже вот идет много лет. Простейшая и главная благодать жизни – это мир. И больше всех он нужен детям. Мероприятие по сбору подписей в защиту мира было организовано по инициативе сотрудников Гомельской детской библиотеки номер 5 имени Маршака. А Тимофей Иванович Глушаков, руководитель гомельских миротворцев, помог тому, чтобы голоса белорусских ребят услышал весь мир. Нас принимала представитель ООН госпожа Джихан Султан Аглу. Ее очень тронула инициатива гомельских ребят. Мы вручили ей подписные листы и обращения гомельских ребят в защиту мира. И она заверила, что дипломатической почтой они будут доставлены в Нью-Йорк, в Генеральную ассамблею ООН, где на ближайшем заседании будут зачитаны. Поддерживает гомельское областное отделение фонда мира и научную деятельность молодежи. На международный конкурс исследовательских и творческих работ «Мележевские чтения», который проводится на базе белорусско-славянской гимназии номер 36 Гомеля уже восьмой год подряд, собирается свыше 200 учеников из различных областей Беларуси, России, Украины. Мы столько получили позитива, столько удовольствия от самих «Мележевских чтений». Мы узнали, насколько нас объединяет одна культура. Мы смотрели на ваши куклы, и у нас они такие же. Мы смотрели на ваши рушники и поняли, в наших рушниках тоже. Наши культуры переплетаются. Безусловно, нам необходимо только дружить. С каждым годом растет научный уровень исследований. Но главное, на новую ступень поднимаются дружеские отношения между участниками, а значит и учебными заведениями города, страны, государствами ближнего зарубежья. Мы недавно в Болгарию финансировали, ездила третья школа, музыканты наши. Прекрасно привезли оттуда диплом. Это же хорошо. Вот пристит наши республики. Пристит то, что у нас образование поставлено хорошо, что у нас хорошие учителя, что они делают все возможное, чтобы дети получили образование, специальность и так далее. Если говорить образно, то добрые миротворческие дела передаются из рук в руки, а идеи – от сердца к сердцу. И мы все с благодарностью и глубоким уважением относимся к тем, кто призван сердцем и душой выполнять гуманную миссию.